Патриотический десант. Проект с таким названием стартовал в Вологде. Его организатор – молодежный центр «Горком-35». В рамках проекта практически в каждой школе города будут работать четыре интерактивные площадки, посвященные духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Подробности у Алены Закатаевой. Занимательный кроссворд, ответы в котором имена Вологжана, участников Великой Отечественной, в честь них названы улицы города. Эта площадка, посвященная 70-летию Великой Победы. Вопросы ученикам 41-й школы задает Роман Шутро, участник проекта «Вологда. Город профессионалов». Он стажер молодежного центра. Так как я являюсь в УЗИ у себя председателем правкома, мне приходится общаться со студентами, особенно с первокурсниками, которые только что закончили школу. И вот в рамках этого проекта мне посчастливилось со школьниками пообщаться. Я очень рад, они очень хорошие, хорошо отвечали на вопросы, правильно даже, о героях Советского Союза. И поэтому я не переживаю, какие к нам придут в будущем студенты. Следующая площадка «Я люблю Вологду». Интересный факт из истории города в формате своей игры. Еще один блок посвящен служению Отечеству. Здесь имена россиян, которые внесли большой вклад в развитие страны. Это врачи, деятели культуры, общественные деятели, военные. Провести интерактивные познавательные занятия для вологодских школьников в преддверии Дня Победы. Инициатива горкома. В состав патриотического десанта вошли активисты молодежного центра, члены молодежного парламента и участники проекта «Город профессионалов». Впереди нас ждет еще несколько школ. Затем школы, к сожалению, ходят на каникулы. И проект продолжится с 30 марта и будет длиться весь апрель. Мы по возможности постараемся охватить все 36 школ. Тематика встреч останется неизменной. Патриотическое воспитание. Следующей школой, которую посетят активисты, станет 23-я. Встреча пройдет уже 20 марта. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда, Портал.